Это Любовь Соболь. Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал политика Алексея Навального на поединок и пообещал сделать из него отбивную. Сделал он это в ответ на недавнее расследование ФБК о закупках продуктов для Росгвардии. Это можно было бы посчитать шуткой, но нет, есть видеозапись. Добрый день, господин Навальный. К сожалению, не смог сразу ответить на ваш обличительный монолог, потому что находился в командировке. Но дело это сразу по возвращению, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я бы не стал с вами разговаривать, если вы были бы человеком с улицы. Но вы же человек с президентскими амбициями. Навальный сейчас находится под административным арестом на 30 суток и поэтому не может пока ответить. Даже видеозапись эту замечательную посмотреть не может, потому что смартфон спецприемник пронести не дают. Так что ответа от него господину Золотову придется пока подождать. Ну а я могу рассказать, что лично я про все это думаю. Во-первых, спасибо, что назвали Алексея по фамилии. Пусть не сам Путин, а его верный соратник и бывший охранник, но уже большой прогресс. А то как-то неудобно уже от такого специального отношения просто к фамилии становилось. Во-вторых, это же был ответ на расследование Навального про закупки в Росгвардии. Там в расследовании есть ссылки на госконтракты, сравнение цен, документы. И вот вместо разбора этих документов и объяснений, как складывается та или иная цена на продукты для Росгвардии, мы видим вызов на дуэль с обещанием сделать отбивную. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Это что такое? Это так себе господин Золотов представляет взаимоотношения чиновника и автора расследования? Может он свою профессию с какой-то другой перепутал? А если бы автором такого расследования был журналист, он бы тоже его на дуэль вызвал? Фантастика просто. Большую часть видео Золотов рассказывает про то, что Навальный изделие из американской пробирки, про то, что оппозиционеры гнилые внутри и все в таком духе. И это первый раз, когда чиновник такого уровня с нами по-настоящему откровенен. Вы просто послушайте, что и как он говорит. Помните заявление, что в Кремле расследование Навального не успевает читать? Или рассказы про политическую силу, которая набирает всего несколько процентов? Теперь все уже не так. Теперь глава Росгвардии лично обращается к Навальному и рассказывает про его президентские амбиции. Не скрывает, что они там знают про оппозицию, все, что надо, читают и за всем, чем надо, внимательно следят. Знаете, господа чиновники, вы, кажется, что-то перепутали. Честные, независимые суды и человек, который требует таких судов, это хорошо для государства. Может быть, для тех, кто непонятно как-то построил себе дворец, это плохо, а для государства это хорошо. Это не только избавит многих людей от несправедливых приговоров, но и позволит экономике расти. Борьба с коррупцией – это хорошо, защита прав человека – это хорошо, равенство всех перед законом – это отлично, как и митинги, которые вы так не любите. Митинги позволяют власти увидеть, чем недоволен народ и вступить с ним в диалог. В диалог, понимаете, а не бить всех дубинками, делая вид, что тысячи людей по всей стране вышли на улицу, потому что их Газдеп направил. Ну и в конце хочу сказать вот что. Рассказы про Газдеп – это классно, но мы все еще надеемся услышать ответы про цены закупок Росгвардии по существу с документами и объяснениями. Чиновники на то и чиновники, чтобы перед людьми отчитываться, а не реагировать на неудобные вопросы в формате «ты кто такой, я с тебя сейчас отбивную сделаю». Мы имеем право задавать вопросы и требовать ответов, и будем это делать дальше. Сен-руководитель российской разведки Сергея Нарышкина обращался за видом на жительство Венгрии. Такой вывод можно сделать из недавно вышедшей статьи «Новой газеты». В статье много оговорок, что это может быть полная тезка, что теоретически возможно совпадение, хотя совпадают там не только имена, но и год рождения и имя жены. Но у меня нет сомнений, что это именно сын главы службы внешней разведки России Андрей Нарышкин обращался за получением вида на жительство в Венгрии. Сергей Нарышкин – глава службы внешней разведки России. Занимает он эту должность с октября 2016 года. До этого был спикером Госдумы, главой администрации президента и вице-премьером правительства. Неужели у такого видного государственного деятеля родственники хотели получить вид на жительство в стране НАТО? Журналисты «Новой газеты» обращались в СВР за комментариями, но там им ответили, что этот вопрос не входит в компетенцию пресс-службы. Письма Андрея Нарышкину остались без ответа, и сам Сергей Нарышкин также не прокомментировал эту ситуацию. А вот другие люди, которые хотели получить вид на жительство в Европе, оказались не такими скрытными. Например, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Блотский. Он подтвердил, что он и его семья получили вид на жительство в Венгрии. Правда, заявил, что это было до депутатства, и сейчас они от него уже отказались. Рассказал о своем виде на жительство и гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. ВНЖ Венгрия получил для удобства безвизового передвижения по Европе. Каких-либо обязательств по проживанию в Венгрии ВНЖ не накладывает. Честно признался он. Что сказать, спасибо за честность? Итак, что же мы имеем? Есть данные, что за видом на жительство страны НАТО обращались полные тезки родственников главы российской разведки, у которых еще и даты рождения совпадают. Некоторые другие люди, по которым есть уже аналогичные материалы, подтвердили, что да, это именно они и обращались. Как минимум, господин Нарышкин должен публично ответить на вопросы журналистов. Его ли это родственники? Получили ли они вид на жительство в Венгрии? Если получили, то как это вообще так? Пока ответов на эти вопросы нет. Получение вида на жительство среди семей наших чиновников или бизнесменов вообще распространенная практика. Во многих странах, например, на Кипре или Мальте, действует программа, по которой в обмен на инвестиции можно получить вид на жительство или даже гражданство, и наши чиновники пользуются этим. Нужно им это не только ради свободного перемещения по миру. Они же знают, в какой стране живут и чем занимаются. Можно оказаться неугодным Путину или кому-то из высших чиновников, и российские суды внезапно не помогут. А тут-то запасной аэродром в Европе и пригодится. Отдельная категория любителей западной жизни – дети наших госдеятелей. Они все чаще не просто получают паспорт, а перебираются за границу насовсем. Например, сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина сначала уехал жить в Великобританию вместе со своей семьей, а потом и получил там гражданство. Вот внук Якунина катается на яхте по Темзе на фоне лондонских достопримечательностей. Сразу видно патриота в логове НАТО, а Россия, наверное, думает, как она там бедная под санкциями страдает. Или, например, Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Она уже несколько лет живет в Париже и не просто живет или учится, а обзавелась собственной квартирой. Лиза вместе с матернью владеет квартирой почти за 2 миллиона евро на авеню Виктору Гюго в одном из самых дорогих районов города. Ее отец в это время рассказывает про великую Россию и про то, что любое давление из-за рубежа побуждает наш народ сплотиться вокруг сильного лидера. Мы, значит, тут будем сплачиваться и под санкциями жить, а их дети будут виды на жительство и гражданство в странах НАТО получать. Хорошо устроились? Только не думайте, что люди это не видят. Люди все видят и все про вас понимают. И рано или поздно вся правда о чиновниках и их уютных западных гнездышках станет известно. В Санкт-Петербурге на 25 суток арестовали координатора штаба Навального Дениса Михайлова. За этот год он проведет в спецприемнике 105 суток. 13 суток получила девушка с третьей группой инвалидностью, которая также была задержана 9 сентября. Суды за участие в протестах против повышения пенсионного возраста продолжаются по всей стране. За участие в митинге в Санкт-Петербурге также был арестован блогер Михаил Светов. При этом судья упомянула, что он ранее привлекался за демонстрацию нацистской символики и с учетом рецидива дала ему 10 суток. Сам Светов про это свое задержание ничего не знал и был крайне удивлен, что такое вообще вписали в его дело. Вот так вот и работают суды в России. Вписали что-то в протокол, дали 10 суток, а потом сами разбирайтесь. В Краснодаре 14 суток получил адвокат Михаил Беньяш. По свидетельству очевидцев, его били после задержания, но в рапорте полицейского написано совсем другое. Согласно рапорту, Беньяш, сидя в машине соловиков, сам стал биться головой о стекло и наносить себе повреждение, пытаясь сбежать. Понимаете, да? Сам стал биться головой в стекло, а полицейские говорили ему перестать, он их не послушал и поэтому они были вынуждены привлечь его по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Вечер офигительных историй просто. Всего, по данным УВД-Инфо было задержано почти 1200 человек. Задерживали из-за плакатов, лозунгов, участия в шествии, да и просто потому, что решили, что именно этого человека надо задержать. Теперь вот судят, хотя люди просто реализовывали свое право собираться на улицах и высказывать свое мнение. Как только не пытаются власти противодействовать акциям. Например, в этот раз они использовали новую тактику задерживать всех известных оппозиционеров до митингов, чтобы даже не дать им поучаствовать. Так задержали сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова, политика Владимира Милова, сотрудника штаба Навального Николая Ляскина и многих других. Меня тоже задержали рано утром 9 сентября. Я провела незабываемые 14 часов УВД Даниловская, хотя по закону меня могли держать там только три часа, потому что у меня есть ребенок. В регионах тоже явно прицельно задерживали сотрудников штабов Навального. Из 46 координаторов задержали 26, и это только непосредственно координаторов. Видимо, власти считают, что если задержать всех лидеров, то никакого протеста не будет. Но это не так. Вот посадили спецприемник Навального, и что, вышло у вас остановить акцию 9 сентября? Не вышло, потому что людей не выводят за ручку на улицу. Они выходят сами и будут выходить, потому что никто не может запретить людям высказывать свое мнение. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.